Всем привет! Добро пожаловать на наш эфир. И я его посвящаю мотивации, такому, знаете, внутреннему ресурсу, который всегда должен быть у нас. И я хочу начать этот эфир с шутки. Как стучат в дверь и спрашивают, кто там? Это мотивация. Ой, бегу, бегу, открывай. А ты такая, да не спеши, я на 5 минут. В каждой шутке есть доля шутки. Так вот, действительно, почему вот так бывает, что мотивация иногда нас вот так вот подхватывает на крыльях, да, и мы такие, да, я хочу, я буду, я хочу делать, и нам кажется, что мы можем, да, что мы хотим это. Потом наступает какой-то период, и нам кажется, да, зачем мне это надо, да, и всё, и мотивация начинает потихоньку-потихоньку отпускать нас, да. Теперь поговорим немножко об этом. На самом деле, почему я подняла эту тему? Потому что мы вот с мужем уезжали на пару дней отдохнуть, набраться сил. И я думаю, блин, ну вот почему мы такие люди, что нам нужно вот куда-то ехать, да, быть вот там, и потом вернуться с новыми силами. Зачем? Почему нельзя всегда вот этот вот свой внутренний ресурс поддерживать? Почему нельзя всегда быть как в такой мотивации? Может быть, не всегда что-то, что-то делать, но почему людям обычно нужна вот эта, да, остановка? Я еду набраться сил и так далее, да, почему всё-таки так происходит? И это действительно, мне кажется, так у всех, потому что, ну, я говорю лично, да, за себя. Вот, так вот, нам действительно помогают какие-то такие маленькие остановки, да, перевалы, когда человеку нужно сесть и подумать вообще, что я делаю, куда я иду. Так вот, мы когда сейчас были на отдыхе, я мама маленького ребёнка, у меня есть онлайн-работа, и иногда меня, ну, иногда действительно у меня опускаются руки, у меня нет никакой мотивации ничего делать, мне хочется реально забиться в кровати, сесть и плакать, жалеет себя, понятно, да, и мне реально кажется, что всё, ну, нет сил, ничего. Теперь, когда мы сейчас там отдыхали, я начала вот такая замечать, так, а что я сейчас делаю? В основном, когда мы едем в отдых, мы в основном посвящаем время тому, что нам нравится делать. Вот в этом и вся суть. Когда человек едет вот в отпуск, да, он, там, не знаю, гуляет, он, не знаю, спит там намного больше, чем он может себе это позволить, он позволяет себе кушать шашлыки вечером, да, он, не знаю, проявляет, делает покупки в магазинах, да, человек проявляет вот такие вещи, приятности для себя. И я такая думаю, стоп, а если в будний день, если нету, нет возможности поехать в отпуск, как я могу так наполнять себя, да, чтобы всегда вот быть в такой небольшой мотивации? Для этого я взяла блокнот и начала писать вот такие маленькие вещи, которые дают мне силы, дают мне мотивацию, да. Это может быть и скушать шоколадку, это может быть пойти в магазин, это может быть пойти погулять на пляж, не знаю, пойти просто прогуляться вечером, провести время с мужем, это может быть позвонить маме по WhatsApp, да, увидеть маму. Это просто какие-то маленькие вещи, казалось бы, маленькие, которыми человек себя радует. И когда в будний день, да, когда кажется человеку, что всё, нет сил, нет мотивации, он должен себя напитывать, потому что, конечно, целый день у нас состоит из того, что мы должны, что нам нужно. Мне нужно быстро помыть посуду, мне нужно приготовить, мне нужно убрать, мне нужно подготовить урок, мне нужно здесь помочь, меня ещё здесь просили, да. То есть в основном человек делает то, что нужно и то, что он должен, да. Но когда человек, это трудно взять листок и написать, что тебе нравится делать, да. Ну, я по себе сужу, я долго сидела и писала, что мне нравится, да. Но когда мы начинаем задумываться над тем, что мне нравится делать, и в конце дня я такая думаю, а что я сегодня сделала, чтобы порадовать себя? А что я сегодня сделала, чтобы порадовать-то моих близких? А что я сегодня сделала, чтобы порадовать Творца? Да, и когда мы свой день начинаем наполнять вот этими маленькими поступками проявления любви к себе, то у нас намного-намного больше сил, да, хвалить себя, награждать себя. Однажды одна женщина пришла к раввину и начала кричать, «Что Всевышний от меня хочет? У меня нет сил молиться, я такая плохая, всё, я не могу, не могу». И Равин говорит, «Подожди, Всевышний ничего от тебя не хочет, он просто хочет, чтобы ты улыбнулась, всё». Да, то есть и тоже убрать вот это понятие, что я, что ещё я кому-то должна, что, 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 да, вот это вот воспринимать в штыки. Всё-таки стараться делать, да, всё с радостью, с любовью. А для того, чтобы давать любовь, да, нужно, чтобы эта любовь была, так эту любовь в себе, её нужно наполнять, насыщать, да. Хотя я слышала тоже другой пример, да, как, у нас сегодня много таких маленьких историй, как один человек гулял по рынку и смотрел, чтобы такого интересного купить, и он видит, что один человек продаёт мышек, и все такие обычные мышки там, ну, сидят что-то в этих опилках, ковыряются, а одна такая прыгает, прыгает, танцует. Он говорит, «Ой, а что это у вас за мышка такая?» Он говорит, «Эта мышка особая, она у меня танцует, посмотри, как». И реально мышка ни на секунду не останавливается, прыгает, прыгает. Тут такой, «Вау, хочу такую мышку». Она особая, ни у кого такой нет, всё, я её беру. Покупает, приносит домой, она себе там забилась и не танцует, ничего не делает, спит. Он думает, «Всё, обванул меня продавец, что это такое, да?» И, значит, идёт на следующий день, возвращает эту мышку и говорит, «Что ты мне подсунул вообще, да? Что это такое?» И тот говорит, «А ты ей под поднос свечку поставил, чтобы у неё был огонь под ногами, да, чтобы ей хотелось прыгать, да?» То есть есть, да, я не спорю, что есть люди, которых больше мотивируют, да, вот эти вещи, когда я должен, всё, у меня горит, всё. Или как студенты, знаете, я была студенткой, до последнего дотянуть, до последнего ночь перед экзамена и только в последнюю ночь всё учить, да? Вот это мотивация, всё, нет выхода у тебя, да? Именно когда у человека нет выхода, вот это начинает его мотивировать. Но самая полезная и долгосрочная мотивация — это позитивная, да, мотивация, когда человек настроен положительно, когда он получает от этого процесса, да, удовольствие, когда он знает, что он это делает из любви к себе. Почему вот все вот эти жёсткие диеты, они не работают? Потому что человек, он себя заставляет, и в итоге он срывается, и он страдает из-за этого, да? Он смотрит, она кушает шоколадку, я тоже хочу, ааа, и в нём вот это вот всё бурлит, да? А когда человек это делает с любовью, да, я могу себе позволить шоколадку, да, но я это сделаю там до 12 часов дня, да, да, я могу себе позволить, но потом я там побегаю 20 минут, позанимаюсь спортом, да? То есть это должно быть с любовью к себе и в меру. Так вот, и то же, что я для себя вынесла за наш отпуск, это, наверное, всё-таки вот любовь к себе. Вот в течение дня делать что-то приятное для себя. Да, а чем вы сегодня себя порадовали, да? А что я сегодня такого маленького для себя сделала? Может, 20 минут в тишине попила чай, сходила себе купила то, что я давно хотела, не знаю, провела время с семьёй, да, наоборот, приготовила какой-то вау-супер-ужин, и я с собой горжусь довольная, да? То есть какие-то такие в машину поводила, маленькие вещи, которые нас наполняют. И когда мы наш день будем наполнять такими вещами, то мы сможем, конечно же, дольше, так сказать, служить Всевышнему. И, кстати, вот по поводу вот этих маленьких отдышек, когда надо успокоиться, отключиться от всего мира, да, почему мы в отпусках настолько, да, включаемся, набираемся сил. Дур, шаббат, наш шаббат, это суббота, да, которая наступает в пятницу, которую мы проводим, немножко отключившись, да, от этой бурной жизни. Мы отключаем наши телефоны, мы готовим вкусный, приятный ужин. Иногда мы зовём гостей, иногда мы проводим время с семьёй, да, мы тоже так отключаемся. Целый день в субботу можно играть в какие-то настольные игры, читать, просто спать, болтать. В общем, то же время, как такая остановка, и посвятить время себе, да, сделать что-то, что я люблю. Так вот, я желаю, чтобы у нас, нам всем, чтобы у нас у всех получалось каждый день радовать себя чем-то хорошим, потому что от этого человек входит в ресурс, потому что он себя наполнил, всё, я хочу, да, я буду. Да, пусть у нас получается радовать себя, радовать наших близких. Пусть мы будем счастливо проводить наши дни жизни, потому что они идут очень-очень быстро, проходят, и нам нужно их использовать по максимуму, да, для заслужения Творцу, для того, чтобы улучшать наш мир, для того, чтобы улучшать нашу семью, улучшать себя в первую очередь. Вот, пусть у нас у всех это будет получаться. Всем спасибо большое за наш сегодняшний эфир, и до скорой встречи! Всем пока!